Ключевая задача соревнований – показать мастерство управления беспилотными летательными аппаратами. Организаторы гонок в нашем регионе – профильная Владимирская Федерация, команда Народного фронта и детский парк «Кванториум». В 33 регионе активно развиваются инженерно-технические и военно-патриотические кружки. Для подготовки молодежи задействовано самое современное оборудование. На этом чемпионате юные и опытные дроноводы из Владимирской и Белгородской областей показали мастерство пилотирования миниатюрными квадрокоптерами до 75 мм. Это одни из самых популярных, прокачанных и доступных квадрокоптеров. Это однобаночные безопасные нано-дроны. Подготовка к этому виду, возможно, даже в доме, в квартире, в рекреации, в школе, в техникуме. То есть, с точки зрения ресурсов и безопасности, это самый безопасный класс. Боролись за призы чемпионата и в другом формате. Дроноводы полетали в техническом симуляторе. Участники должны были преодолеть трассу с препятствиями за минимальное время. Лучше всего с заданиями справились белгородские ребята. Они были отмечены высшими наградами по итогам чемпионата. Педагоги из Владимирской области говорят, интерес к инженерным и техническим наукам у молодежи растет. А такие соревнования – отличная возможность для ребят прокачать свои навыки. Через подобные мероприятия мы вовлекаем детей, вовлекаем подростков в новый технический вид спорта. Это позволит детям получить навыки пилотирования дронов, навыки управления, конструирования, программирования дронов. И в современных реалиях кажется, что это очень полезные навыки, которые могут пригодиться в будущем. Чемпионат по дрону управлению провели на базе Ковровской технологической академии. В этом году там построили крытый учебный полигон по управлению беспилотниками за 7 миллионов рублей. Это областная субсидия. Возможности нового учебного полигона на соревнованиях оценили пятеро инженеров из зоны спецоперации. В Коврове они проходят обучение. Активисты региона передали военнослужащим беспилотник, комплекты для сборки очки виртуальной реальности, устройства для подзарядки и батареи.